А вы знали, что даже после удаления раковой опухоли рак может месяцами спать в нашем организме, чтобы потом вернуться? Если нет, тогда усаживайтесь поудобнее, ведь сегодня мы расскажем именно об этом. Всем привет! Вы смотрите самое научно-новостное шоу «Чуть-чуть о науке», где реальные ученые рассказывают о достижениях реальной науки. Поехали! И, конечно же, не забывайте делиться этим видео в социальных сетях. Даешь науку в массы! На сегодняшний день в изучении того, что так или иначе связано с раком, замешано огромное количество ученых. И со стороны кажется, что мы вроде бы уже знаем все про рак, что только можно. И начали уже появляться более-менее эффективные и работающие лекарства. Но этот подлюка рак не так прост и продолжает удивлять ученых. На этот раз был обнаружен механизм возвращения его после лечения. Так, если мы своевременно и аккуратно удалим опухоль и не обнаружим никаких метастаз, то, казалось бы, все, рак побежден. Но через некоторое время, это могут быть даже годы, рак может вернуться уже в другие органы. Такая ситуация может наблюдаться не только при хирургическом удалении, а даже при лечении антителами. Возникает вопрос, рак какого черта ты делаешь? И как? Оказалось, все довольно-таки просто. Во время своего развития раковая опухоль выбрасывает в кровь свободные опухолевые клетки, которые разносятся по всему организму. Но наш организм, конечно же, не дурак. И он быстро находит и убивает эти клетки еще до того, как они начнут что-либо делать. Но что самое интересное, некоторые из раковых клеток могут выживать и существовать в скрытом состоянии в различных органах и тканях. Соответственно, далее, после месяцев, эта клетка может проснуться и организовать опухоль уже в другом месте. Это очень большая и нерешенная проблема в клинической онкологии. Более того, до недавнего времени было не особо-то понятно, как им удается так долго находиться в спячке, уклоняться от действия иммунитета и при этом еще сохранять способность инициировать опухоли. Но ученые, как мы знаем, молодцы и продвинулись в данном направлении. Для этого им всего-то пришлось с помощью генной инженерии приделать раковым клеткам зеленый флоресцентный белок и ввести мышам. Изи! Ну, конечно же, после введения этих клеток мышам пришлось еще подождать, найти раковые клетки, которые пережили атаки иммунитета, выделить их, клонировать, размножить. А так да, изи! В результате ученым удалось выделить те самые клетки рака, которые впали в спячку, но сохранили возможность образования метастаз. После этого они провели сравнение этих клеток с исходной культурой. Оказалось, что они отличаются наборами экспрессирующихся генов. Это означает то, что латентные и исходные клетки обладают разным набором настроек. Это схожа с ситуацией, когда вы заходите с другом в магазин, но выходите при этом с разным набором покупок. В результате ученым удалось обнаружить, что при введении в опухолевые клетки, находящиеся в спячке, специальных малых РНК, способны подавить возможность образовывать метастазы. Но что же с возможностью выживать? Как мы уже говорили, наш организм способен препятствовать распространению свободных раковых клеток. Самым эффективным инструментом являются свободные киллеры. Это такие лифоциты, которые атакуют и уничтожают чужеродные клетки в нашем организме. Но почему же тогда эти киллеры не атакуют латентные раковые клетки? Оказывается, те просто очень хорошо маскируются, и киллеры их не замечают. Получается, что наш организм не такой уж и идеальный. А самое интересное здесь то, что добавление все тех же малых РНК позволяет демаскировать раковые клетки. Правда, есть одна проблема. Малые РНК должны быть введены в раковые клетки еще до момента их попадания в организм. А это, как вы понимаете, в реальной жизни невозможно. Тем не менее, ученым удалось выяснить, как образуются и маскируются латентные клетки рака. Поэтому скоро стоит ждать новых новостей с вариантами терапии. Но теперь давайте от темы грустной перейдем к более веселому событию. Новым химическим элементом придумали название. Да-да, совсем недавно в таблице Менделеева приняли новые элементы, и вот уже название подоспели. Итак, элемент номер 118 назван Аганессон в честь Юрия Цалаковича Аганесяна из Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне. Он принимал участие в открытии элементов со 104 по 107. 117 элемент был назван Теннессин в честь штата Теннесси, где находится одна из лабораторий, принимавших участие в открытии. Элемент номер 115 назван Московий. Понятно, в честь чего. И элемент 113 был назван японскими учеными Нихоней. Сразу, конечно, непонятно, но это одно из названий Японии. Важно отметить, что российские ученые приложили руку к открытию каждого из элементов. А теперь давайте посмотрим, что интересного приготовила Аня. Всем привет! Привет, говорю! Бразильские и канадские ученые обнаружили, что более чем у четверти подростков наблюдается нарушение слуха, вызванные регулярным прослушиванием громкой музыки. Не зря тебе мама говорила, не слушай музыку громко, а то оглохнешь. А ты все отнекивался, ты мне научную статью покажи. Теперь-то она тебе покажет. Одним из признаков нарушения слуха является тиннитус, продолжительный звон в ушах. И если он у вас периодически появляется, когда вы находитесь одни в тишине, то у меня для вас плохие новости. Что интересно, уровень звукового дискомфорта у подростков с хроническим тиннитусом оказался ниже, чем у остальных. То есть они воспринимают звуки более громкими. Так что береги свои уши. Береги свои уши, говорю! А следующая новость может показаться вам совсем фантастической. Ученые предложили переписать геном человека с нуля. Вау! Как некоторые знают, ранее в научном сообществе был запущен международный проект по чтению человеческого генома, который был успешно завершен в 2004 году. И вот, наконец, ученые стали почивать на лаврах и решили инициировать новый проект, направленный на синтетическое создание генома человека, который состоит более чем из 3 миллиардов пар оснований. Кстати, самый большой искусственный геном сейчас насчитывает немногим более миллиона пар оснований. То есть, как мы понимаем, есть к чему стремиться. А еще, кроме очевидных научных интересов, такие крупные международные проекты также вызывают развитие технологий. Так что будем надеяться, что у ученых все получится. И в конце просто гигантская новость! Ученым удалось получить более точную оценку массы нашей галактики. Были учтены и массы черных дыр, и космическая пыль, и даже темная материя. В итоге оказалось, что масса нашей галактики составляет всего-то каких-то 700 миллиардов масс нашего Солнца. Из них на темную материю приходится 88%. И можете даже не спрашивать меня, как они это узнали. А на этом у нас все новости. И помните, наука намного интереснее, чем вам кажется. И пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск. Спасибо за просмотр! Пока! А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на наш канал. Самые свежие новости проекта, а также прикольные фотки, на наших страницах в Фейсбуке, ВКонтакте и Твиттере. Все ссылки в описании. Также не забывай рассказать о проекте своим друзьям.